в этом видео друзья будем разбираться с настоящим колхозным водоемом я вам быстро покажу что я приготовил для прикормки рыбалка абсолютно спонтанная сидел дома в обед пришли друзья мои пригласили на рыбалку я быстренько все собрал приехали уже поздно времени абсолютно нету поэтому быстренько вам покажу по прикормки по всему прямо от третьего лица начинаем рыбалку начинаем разбираться как рыбачить на колхозном настоящем водоеме приветствую друзья на канале афишин так друзья сейчас я вам покажу быстренько чего я приготовил значит во флет будет три вида прикормки первое смотрите вот этот карпио криль метод микс супер тема буду мешать по пол пачки сначала второе метод фидер от карп зона кукурузный на колхозных водоемах как правило такая тема работает так и третье тоже от карп зона color mix мне понравилась именно механика работы этого пелица так что думаю это все дело будет работать в color mix я добавлю друзья вот такую добавочку чеснок специальная добавка сухая для прикормки улучшает качество прикорм кокосовая стружка будет добавлено в кукурузу так дальше пока парики это если будет совсем все плохо на поплавочек так дома я уже запарил зерновой микс 15 зерен от 3 кбс но обалденно мне нравится на птичий корм похоже очень это будет как в основную так и добавлю чуть-чуть к этой прикормки так дальше для для метода я вам быстренько показал для основного закорма друзья сейчас удобно так кукурузу я тоже буду методную мешать вот на таком вот кукурузном сиропе не путать с целом сладенький значит сюда пойдет нам в общий закорм буду закармливаться шарами значит форсизон метод микропелец тоже от карбзон далее конопляный пелец от технокарпа green бетаин от брейна это все крупная фракция конопелька 3 кбс тоже никогда меня не подводила вот такая красота пшеничка ну все для колхозного водоема все то что любит сладкая кукуруза полпачки дам в основной закорм полпачки ставлю на насадку и зерновой микс мед тоже есть информация что мед здесь работает и это все на основе будет сыпухи от g-stream две с половиной пачки друзья премиум big fish а и пачечка ривера тоже премиум чтобы хорошо это дело лепилось вот в принципе так ну и там миласа ликвиды я думаю я сейчас по ходу определюсь времени абсолютно нету скоро будет темнеть 6 часов почти три часа осталось разложиться и начать рыбалку так ну в принципе я друзья к замесу приступаю вас не буду утомлять этим делом друзья прикормочку замешал буквально за 45 минут управился следующее мое действие дипером сейчас быстренько нарисую карту моего сектора это в первую очередь я определюсь с точкой ловли так удилище я уже собрал про удилища попозже вам уже расскажу уже хочется быстрее это все дело забросить так и вот как я креплю дипер сейчас оператор ближе подойдет и покажет значит смотрите двойная петля есть видео на канале офишинг ссылочку постараюсь дать первую петлю пропускаем во вторую продеваю петля в петлю получается когда петелька на мощности у меня проблем не будет потянув и развязал и поменял оснастку так что я сейчас буду делать друзья смотрите я бросаю дипер в воду буквально недалеко и запускаем на телефоне программу так 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 дипер надеюсь друзья вам будет видно разрешаем сейчас законнектится поиск вот уже нашел коннектимся так 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 управление режим сонара меняю на стандартный режим хорошо и сделаю еще я хотел делать узкий луч для точного определения все сейчас буду делать пару запрос забросов пару забросов но в принципе я уже из первых первого заброса я понял что метрах 40 от меня присутствует бровка ярко выраженная переход с полтора метра на метр вот скорее всего там ей буду кормить вот 16 глубина так ну в принципе вот этот перепад 1 и 3 хорошо смотрите сюда друзья я добавляю примерно метра 3 это на глубину 1 это 6 2 3 4 5 6 глубина это маркер будет 6 метров в принципе нормально и ставлю клипсу и ставлю клипсу два раза обматываю теперь быстренько выматываю это дело без труда как говорится не вытащишь рыбку из труда даже из колхозного сожалению наше место на противоположном берегу на которой я целился чтоб ветер дул в лицо занято тоже прикольная отмазка сторож себе занял пол берега расставил 152 удочки нормально зато деньги прибегают быстро брать в общем колхозный колхозный настоящий водоем и смотрите друзья как быстро менять оснастку вот есть петелька я за нее тяну проблем никаких нету никаких не надо распутывание там ногтей все так дальше я устанавливаю маркер на оснастку в принципе маркер мне уже не нужен диппером я нашел то что мне было нужно одеваю грузик с отводом маркерный но для чего я устанавливаю маркерную оснастку для того чтобы кучненько кормить шарами и тут ты также таким же макаром показалось я спам друзья покажу попозже где и как по какой цене все расскажу сегодня вспомнить не понадобится вот собственно маркерная оснастка сто раз показывал уже падает на дно мы отпускаем маркер всплывает мы таким образом можем даже померять глубину в общем все очень очень просто клипса у меня стоит еще раз повторюсь ставлю маркер только для того чтобы точно закормиться шарами по маркеру и загадки все в клипса ударился сейчас чуть протяну я по чуть-чуть отпущу так вижу всплыл вот он хорошо вот туда и буду кормить все друзья оператор у нас увлекся прекрасным пейзажем пришлось обратить на себя внимание оператор я здесь в общем друзья ладно с оператором разберемся попозже будет жестоко наказан вечером за то что втыкает значит так сейчас леплю шары по маркеру закармливаюсь начинаем рыбалку в процессе друзья буду включаться показывать что у нас здесь происходит а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если кто в курсе чья это икра, напишите пожалуйста в комментариях. Буду признателен. Ну мы продолжаем рыбачить. Снял друзья для вас видео с распаковкой двух посылочек. Сейчас не удивляйтесь, что звук не совпадает с изображением. Пришлось комментировать уже в домашних условиях, так как ветер задувал микрофон и я не хочу напрягать ваши уши этими шумами фоновыми. Ну как мне казалось в ту минуту после невыспанной ночи, что ветра абсолютно нет. А на самом деле полностью задут микрофон. Значит смотрите, я ехал на рыбалку спонтанно, так как я об этом уже и говорил вам. По дороге заехал на почту, забрал две посылки. Первая посылочка это от магазина Big Carp, друзья мои. Хорошие скидки были, очень хорошие. Мне обошлось с доставкой где-то на 5 баксов дешевле. То, что я сейчас распакую и покажу на видео. Это друзья, ну забегая наперед скажу, что это спомб миди. Как раз идеально подходит для флет фидера. В общем, но к сожалению акционный остался уже только один. Я хотел 3 штучки приобрести и сейчас в этом магазине, магазин Big Carp скидки на большие спомбы. Ну, на обычные спомбы, скажем так. Ссылочку я дам в описании под видео. В общем, за магазином Big Carp я наблюдаю. Я зарегистрирован в магазине. У меня есть в закладках этот магазин. Там постоянно какие-то интересные происходят скидки. Собственно говоря, спомб доехал нормально. Целый. Запакован хорошо. В общем, так, что же еще вам тут накомментировать в этом видео. Пока я вот так хорошо держу спомб в руках и что-то там тру, что-то рассказываю. Ну, к сожалению, я даже сам не слышу, что я рассказываю, друзья. Потому что ветер реально сумасшедший. Поэтому вот как-то вот так вот. Так. Дальше. Следующая посылка. Это от магазина Leroy в Запорожье. В общем, ну, сумок, чехлов у меня от магазина, ну, от производителя Leroy на самом деле уже много. Качеством я доволен. У меня, кстати, картонный, ну, с картонными трубами тубус есть двойной. Кто подписан на канал Aficion знает, каким тубусом я пользуюсь. Вот, в общем, пророчили этому тубусу очень быструю смерть. Но, тем не менее, он у меня уже третий сезон, по-моему, если я не ошибаюсь, служит мне верой и правдой. Защищает удилище от поломок. В общем, тубусом я доволен. Есть у меня всевозможные сумки, да вплоть даже поплавок на подсак от Leroy у меня есть. В общем, тоже есть, друзья, на видео, видео на канале Aficion с обзором. И сейчас, вот, на выставке я присмотрел себе сумочку Leroy 5D называется. Собственно, сейчас я ее и распаковываю, друзья. Так, распаковываю, как всегда, долго, но уверенно. Значит, сумочка довольно интересная. Сейчас, друзья, я вам это все покажу. На самом деле, уже я перепаковал все свои кормушки с пластиковых коробок, которые поломались. Перепаковал аксессуары. Ну, действительно, сумка прикольная. Еще по замкам, хочу сказать, там новая фурнитура у Leroy. В общем, сначала чуть-чуть туго. Ну, вот, смотрите, здесь есть для всевозможных крючков места. Есть, там, снизу карманчик. Есть для инструментов. Более подробно вам тоже дам ссылочку. Есть видео, где эксперт компании Leroy подробно показывает. Вот, и снизу это одно отделение. Так, по замкам тоже не договорил. Они со временем разрабатываются и не так туго открываются, закрываются, как на новых. Есть еще одно отделение нижнее, в которых есть в крышке, как бы, сетка с замочком. Тоже можно туда наложить, положить очень много всевозможных аксессуаров. И вот тоже интересное отделение, где можно ложить там спомбы, всевозможные ракеты, ну, кому чего угодно. И оно трансформируется из продольных отделений, можно сделать поперечные. В общем, очень все просто быстро трансформируется. Ну, и я, конечно же, наверное, на следующих рыбалках подробнее покажу вам эти все сумочки. Потому что, так как здесь ветру, благодаря ветру, не удалось снять нормально, и пришлось вот так вот за кадром комментировать. Второй карасик, друзья, за ночь. Клев, конечно, никудышный. Ну, карась, правда, хороший. Продолжаем. Настало время, друзья, подвести итоги нашего выезда на настоящий колхозный водоем. В общем, сначала по прикормке. Методом проб и ошибок мы определили то, на что хотя бы хоть какие-то были поклевочки. Кстати, не знаю, снял я или нет. Было видно, что вчера вечером и сегодня утром был полный водоем машин. Сейчас без 5.11 уже никого нет. Полный ноль по водоему. Какие причины я выделяю? Значит, первое. Несомненно, карась не рестится, карпок не рестился. По-любому болеет. Активности нет. Рыба пассивная абсолютно. Второе. Сильный перепад погоды. Очень сильный, друзья. Более 12 градусов по среднесуточной температуре по сравнению с вчерашними сутками. Похолодало. Так, но тем не менее. Перебирал кучу вариантов. Перебирал кучу всевозможных комплектов. Извините, друзья. Тормозю чуть-чуть. Зю-зю-зю. Как говорится, я сегодня тормозю. В общем, сутки не спать тяжело на самом деле. 115 километров в одну сторону еще назад пилить. В общем, вариант, который работал. Ну, несомненно, сработало прикормочное пятно. Пробовал я поисковую тактику. Там абсолютно ноль. Хоть какие-то поклевки удалось получить с прикормочного пятна. И то, что во флет забивалось, это карбзон кукуруза метод, энфидер. Ну, как я и предполагал, чуйка была, что на колгоспном водоеме будут работать народные такие запахи. Мешал я на кукурузном ликере ее. Плюс добавлял кокосовой стружки чуть-чуть. Далее. На насадку, наконец-то, разловил я. Вот на выставке был. Все брали, просто разметали. Саншайн. Ну, по сути, макуха от брейн 10-миллиметровый попапчик. Только вот на такую насадочку были поклевки. И плюс, друзья, поливал это дело. Сам флет уже утрамбованный с прикормкой, с насадкой. Поливал флюоробустером от Carp Classic Base чеснок. Вы видите, за сегодня сколько ушло. Была полная банка. Так, по снастям еще два слова хочу сказать. У меня, в принципе, ничего не меняется. Удилище Brain Apex Double в карповом исполнении 3.5LB. Катушки Brain The First 8000. The First, правильно, наверное, произносить. Хочу еще сказать два слова о леске. Это та леска, если вы смотрели распаковку. Очень бюджетная. Entec Flycat. 0,26 миллиметров. Летит, друзья, прекрасно. Свет ночью, особенно я увидел, что такой флюороцвет. Очень-очень классный. Ну и вот, когда светает, когда еще пасмурно, действительно он решает. Ну и как показала сегодняшняя практика, рыба его не боится. Так, по поплавку оператора 0. Так, сейчас я вам быстренько покажу ребят, которых удалось поймать, чтобы их долго не мучить. Так, вот такой вот карасевич. Один. Ну, зачетный карас. Вот второй. Вот на жабрах у него такие, как наждачка, в общем. Начали не реститься. И вот такой вот самый маленький. На флет я не представляю, как он за нижнюю губу засекся, друзья. Ну, реально ладошечный карасик. Восьмой номер крючок. 10-10 миллиметров попал. В общем, почувствовал себя карпом. И еще удалось в такого вот карпушечку поймать. Красивого, усатенького. Дал бой. Такой с красными половинчиками. Такой красивый вообще. Не бит, не крашен. Все. Сейчас по-быстренькому их отпущу. В принципе, друзья, я считаю, рыбалка удалась, потому что в таких сложнейших условиях получить поклевку, это действительно дорогого стоит. И я думаю, друзья, стоит от вас получить за это лайк под этим видео, получить какой-то комментарий. Я задавал вам несколько вопросов. Пожалуйста, не стесняйтесь, отвечайте. И любые вопросы вы можете в комментариях задавать, и я тоже с удовольствием отвечу. Подписывайтесь на канал. Кто еще не подписан, а таких все меньше и меньше, ставьте лайки. До встречи на рыбалках. До встречи на канале Афишинг. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова